Здравствуйте! Мы продолжаем тренировку визуализации, развиваем комбинационное зрение. Мы решаем тактические позиции, используя технику визуализации, которая предполагает, что несколько первых ходов вы представляете в уме. На доске эти ходы не исполняются. В конце каждой позиции я даю решение и объясняю, благодаря каким факторам в позиции появляется тактика. Итак, первая позиция. Она из партии Сарана, Касады. После того, как черные дали шаг королю белых, белые сыграли, защитили своей ладьей, черные сыграли ладья Ф5, белые сыграли Б3. Каким ходом черные получают преимущество? Попробуйте найти решение самостоятельно, нажмите на паузу, через несколько секунд я дам верный ответ. Так. Как оценить позицию после шага ферзи Е3? Крепость белого короля раскрыта со всех сторон. Ферзь и ладья черных наседают на короля. И только ладья Ф1 пытается защитить своего монарха. В это время ферзь прячется на другом краю доски. Итак, белые закрылись от шага черных. Защищаясь, белые оставляют ладью под полной связкой. Белые играют ладья Ф5. Это простое правило. На связанную фигуру можно нападать и выиграть ее. Белые играют Б3, защищая свою ладью Ферзем. Теперь на ладью нападают две фигуры и защищают также две. Что теперь делать черному? У них всего два варианта. Либо добавить еще одного нападающего, либо убрать одного из защитников. Либо короля, либо ферзя. Черные выбирают форсированный вариант и дают шаг. Ферзь Е1. Король вынужден отступать. Ладья остается без защиты. И после размена ферзей белые сдались, так как у черных лишняя ладья. Давайте посмотрим другой способ выиграть. Вместо шага, предположим, черные играют G5. Это очень медленно. И белые, конечно, тут же играют Ферзь Е2. Разменивая главные атакующие фигуры. И позиции выравниваются. Следующая позиция. Одна из партии Мавсисян, Бенш. В этой позиции черные сыграли слон Е5. Белые взяли слона. Черные взяли коня. Вопрос. Какой комбинации могут выиграть белые? Нажмите на паузу. Через несколько секунд я дам верный ответ. Итак, после того, как черные сыграли слоном, необходимо понимать, какие особенности сохранит себе данная позиция. Король черных на сих пор находится в центре. У белых есть батареи из двух ладей по вертикали D. Это значит, что фигура противника пешка D6 и ладья D8 ран лорана и польза могут оказаться под боем. Кроме того, ключевые пункты всем находятся под атакой ферзем и слоном. Что же выбрать белому? В партии белые выиграли форсированный ход. Взяв слона черных, черные ответили также взятием. Сразу обратим внимание на изменение позиции. Открывается дорога к черному королю. Диагональ. Эти пользуются белые. Дают шаг слоном. В партии бы расыграна король F8. После чего белые временно жертвуют ферзя. И здесь нет разницы, каким образом ответят черные. Либо пешкой, либо ферзем. Результат будет один. Обмен. Ладья D8 шаг. У черного короля нет выбора. У него только одно поле, на которое может пойти. Е7. После чего теряют последнюю свою фигуру. И проигрывают. Если же место ферзи в 5. Забрать пешкой. Белые бьют на D8 шагом. Черные вынуждены забрать. И 5 точно такая же позиция. С потерей ладьи черных. Но есть вопрос. Черные могли защититься конем на одной из этих полей. Как быть в этом случае? Если бы черные отошли на конь C6, то поле E5 освобождаются. Теперь белые могут двинуть пешку. E4 вперед на поле E5. И черные здесь проигрывают. На конь D7 срабатывает батарея белых. И достаточно забрать на D6, чтобы воспользоваться полной связкой и выиграть фигуру. И партию. Переходим к следующей позиции. Она несколько сложнее. Рассчитана на... Простите, выполненная Ильескас против Гельфанда. В этой позиции белые сыграли ладья F2. Черные сыграли ферзи F2. Белые сыграли конь D3. Черные ответили слоном E8. Попытайтесь найти ход, после которого белые получают серьезный перевес. Нажмите на паузу. Через несколько секунд я дам верный ответ. Итак. После того, как белые забрали коня черных на F2. Черные бьют ферзем. И с одной стороны ферз черных находится в самом лагере белых. Но он там один. У черного ферзя есть только диагональ. А7G1 для отступления. У поля G2, который он поставит мат белому королю. Поэтому белые играют конь E3. А этим ходом они решают сразу несколько проблем. Они защищают матовое поле. А7G2. Во-вторых, перекрывают все пути отступления черного ферзя. Теперь ферзь на F2 находится в серьезной опасности. И его могут выиграть белые с помощью хода ладья F1. Черные играют слон E8. Это хитрый ход. Теперь, если белые допустят беспечность, сыграв ладьей, то в этом случае черные сыграют F6. И он защищает поле G6. Белые берут ножи G6. И после размена у черных хорошая позиция. И лишнее качество. Сильнейшим ходом за белых в этой позиции было сыграть F6. Не давая черным самим сыграть F6. В этом случае у черных небольшой выбор. Если они отступают королем, то белые ловят ферзя. Если же на F6 забирает ферзь, казалось бы, что ферзь вне опасности. Ферзь убегает. Но на самом деле не так. Конь дает шаг королю черных. Брать пешкой нельзя, так как она связана. А если отступает король, неважно на какое поле, то теряется ферзь на F6. Вот почему черные сдались. Домашнее задание. Сегодня мы посмотрим позицию из партии Карлсен в Анмеле. В этой позиции Карлсен сыграл конь E6. Черные ответили ладья. А6. Подумайте, как с помощью всего лишь двух ходов выигрывают белые. На этом на сегодня все. Всего вам доброго.